Сетевые супермаркеты Сызрани проверят на честность. Некоторые сетевики попали под подозрение в неполную плате земельного налога. Бюджет города мог бы пополниться на крупную сумму в случае выявления неоформленных участков земли. И в Думском комитете по бюджету рекомендуют жестко подойти к проверкам. У нас достаточно много федеральных крупных сетевых компаний и все остальное. И проработать вопрос, оформлены у них земельные участки и платят ли они в город эти налог на землю. Объем работы большой, но для проверок не хватает специалистов. Поэтому в Думе предложили увеличить численность инспекторов имущественных отношений при городской администрации. Помимо супермаркетов, оформить свои участки в полной мере обязаны все предприниматели. И мы уделяем этому большого внимания, чтобы все-таки не поднимать проценты коэффициенты по земельному налогу, а дать возможность до конца всем людям оформить земельные участки, которые у них есть, для того, чтобы они могли спокойно платить налоги в бюджет городского округа Сызрани. Речь о повышении налога зашла в связи с письмом от Министерства управления финансами Самарской области. В Сызрани рекомендовано увеличить налоговые ставки земельного налога до максимального уровня, предусмотренного кодексом. Сейчас льготные налоговые ставки в Сызрани установлены на уровне 1% от кадастровой стоимости участка, занятого гаражами и автостоянками. А в Министерстве считают, что сборы должны быть 1,5%. Кроме того, областные чиновники рекомендуют исключить налоговые льготы, по которым сейчас от уплаты земельного налога освобождаются организации с участками для кладбищ, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Рекомендации от Министерства для муниципалитета равносильно указанию. Но депутаты предложили иной способ пополнения бюджета. По статистике, налоги собирают только с 30% городской земли. Есть мнение о том, как увеличить налогооблагаемую базу по земельному налогу. Это, конечно, улучшение администрирования, регистрация земель. Мы слышали, что только 30% земель у нас охвачены. Есть некий потенциал. Даже если налог повысит, то дополнительные поступления в бюджет поступят в полном объеме только по истечении 4 лет нововведения. Таковы сейчас ограничения налогового законодательства. Увеличение налогооблагаемой базы – это всегда потрясение. Поэтому надо понять, насколько серьезные изменения предлагаются, на что это повлияет. Депутаты отложили острый вопрос, чтобы проанализировать все плюсы и минусы, прежде чем принять решение. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов. Вести детально.